Примерно треть регионов России ввела QR-коды для привившихся от ковида. В Татарстане стало исключением. С 11 октября в Казани непривитым от COVID-19 без действующего QR-кода о прививке или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Люди толпами стоят в очереди на вакцинацию. Какие еще ограничения ждут казанцев, узнаем в сюжете. С ростом заболеваемости ковидом власти регионов стали массово разрабатывать ограничительные меры, взяв за основу систему QR-кодов. В своем недавнем видеообращении Михаил Мишустин напомнил, что самый надежный способ защитить от коронавируса себя и своих близких – вакцинация. Для граждан также созданы все необходимые условия для прививки. Здравоохранение находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких. Также Михаил Мишустин напомнил, что к своему здоровью и здоровью своих близких необходимо относиться максимально ответственно, а также не забывать об окружающих. 11 октября в Казани на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» главный государственный санитарный врач по республике Татарстан Мария Потяшина проинформировала, что невакцинированных сотрудников в Татарстане будут отстранять от работы. В срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудникам вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины сотрудники и работники, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Пока же работники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, могут ходить на работу и исполнять свои трудовые обязанности. Согласно постановлению, Казанский федеральный университет активно прививает своих сотрудников. Напомню, что все желающие могут привиться в университетской клинике Казанского университета по адресу улица Вишневска, 2А. Иммунизация осуществляется вакцинами «Спутник Ви», «Эпивак Корона», а для тех, кто переболел или ранее был привит, есть однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». По вчерашнему дню, по выходным, у нас в 6 раз превысилась вакцинация по сравнению с прошлой неделей. Процент привитости повысился до 80 по постановлению. В КФУ сейчас по показателям на 5 октября 69% привито преподавателей. Вот мы сейчас будем доводить до 80. Вакцина-профилактика COVID-19 способна защитить от тяжелой формы заболевания и играет важную роль в предупреждении смертности. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.